Всем привет и добро пожаловать в 2015 год! Я думаю, что уже 2015 год, потому что, по моим расчетам, это видео должно быть уже в новом году. С новым годом, ребята! Всех-всех-всех поздравляю! И сегодня я опять буду подводить итоги 2014 года, и сегодня у меня будет таг. В последнее время у меня очень много тагов, но сегодняшний таг будет такой таг-обзор. Это будет называться Румяно Таг. Если честно, на русских каналах я его не особо нашла. Таг это я прочитала на одном блоге, одном из самых моих любимых блогов, девушки Лауры, который называется Buy Now, Blog Later. Кто из вас любит читать англоязычные блоги, я оставлю, конечно, ссылку внизу. Обязательно выходит и посмотрите. В общем, она делала таг, который называется The Blush Tag, и я просто влюбилась в этот таг и решила, что мне с вами тоже нужно поделиться. И заодно я подведу итог всех румян, чем я пользовалась в 2014 году, и расскажу вам о своих любимчиках. Главное, чтобы она где-нибудь тут не разлилась, как обычно. Я не помню, сколько в таге вопросов. Берем мой телефон и смотрим, сколько в таге у нас вопросов. В общем, если честно, я не помню, сколько вопросов. Все вопросы на английском, соответственно, как обычно, я их перевожу вам онлайн. И все вопросы я оставлю же в инфо, как всегда, внизу. Итак, сколько румян у тебя есть? Я посчитала, сколько румян у меня есть. Если учитывать то, что есть у меня палетки двойные и румяные бронзеры, то прямо вот конкретно отдельных румяшек у меня 18 штук. Не так много. Когда я читала Лаурин пост, у нее 70 румян. Девочки, представляете, что такое 70 румян для одного человека, который не красит других людей? Это ненормально. В общем, у меня 18. И на самом деле это не кажется так много. Вот я вам даже могу показать. Сейчас кружку только уберем, чтобы она у меня не оборачивайся, пожалуйста. Вот, смотрите. На самом деле это не выглядит так много. И на самом деле все румяшки, которые здесь есть, в основном все мои очень любимые, которыми я очень люблю пользоваться. Те, которые я не любила, чем-то не подходили, чем-то не нравились, не держались. В основном все я раздала, отдала, подарила, продала и тому подобное. Какие твои любимые кисти для румян? Я бы однозначно сказала, что самая моя любимая кисть, и самая первая, это вот будет такая от Real Techniques. Она, по-моему, так и называется Blush Brush. Она так и есть для румян. Она вся красненькая, потому что она была в использовании. И вторая моя любимица относительно новая. Ну, относительно новая ей, не знаю, полгода может быть по сравнению с этой. Это вот такая вот скошенная кисть 127 Luxe Sheer Cheek от Zoeva. Я очень вот эти две кисти мои самые любимые для румян. В принципе, ими двумя я и пользуюсь для румян. У меня есть несколько еще других, когда эти очень сильно грязные. Но вот эти две мои кисти для румян. Вообще, если честно, скошенные кисти до этого, до этой кисти я не любила и не пользовалась на свое лицо. Не любила я скошенными кистями почему-то пользоваться для румян. Но вот это, конечно, перевернуло весь мой мир. А в плане скошенных кистей очень-очень сейчас я люблю ее пользоваться, с удовольствием пользуюсь. В общем, такие два моих любимых фаворита. Следующий вопрос, кремовые румяна или пудровые? Однозначно пудровые, нет у меня ни одних кремовых румян, те, которые были что-то наподобие мокрых кремовых, все раздалось, абсолютно все, я пробовала Tarte, я пробовала Bobby Brown, я пробовала NYX, девочки, все-все-все раздала, не мое это на моей жирной коже, хотя у меня кожа не жирная, если честно, она у меня комбинированная, но не идет на мне все эти кремовые румяна, все это как бы, ну не дерзится на мне, поэтому однозначно только обыкновенные пудровые румяна. Следующий вопрос, персиковый или розовый? Любимчик персиковых и любимчик розовых? Я, наверное, все-таки буду, нету тут моего правильного вопроса, наверное, не персиковые, да, такие не персиковые и не розовые, наверное, персиковые это коралловые подразумеваются собой, а более такие фиолетовые оттенки. И если говорить о розовых румянах, то, наверное, я вам скажу, что из розовых мне очень-очень-очень-очень нравятся вот эти вот румяшки Барбари, вот эти вот, вот такие вот, у меня целых двое румяшек, которые мне подарила когда-то замечательная подписчица Оля Стеля Вива, вот у меня такая двойка, и они однозначно мои любимые розовые румяна, вообще очень-очень люблю вот эти румяна, они суперские. И также розовые, как ни странно, мне нравятся вот эти вот румяна от, вот эти вот румяшки, это Анжелика от Нарс, из всех того, что у меня есть от Нарс, это вот самое, наверное, удачное, что я от Нарс пробовала в плане румян, очень они мне нравятся, очень хорошая пигментация, настоящий такой розовый, яркий розовый цвет. Если же у меня спрашивают по поводу персиковых румян, то вообще у меня персиковых нет, у меня есть только одни персиковые румяна, все ли у меня все более фиолетовый. У меня есть такая вот миниатюрка, палетка, которую я сделала, как бы палетка, которую я купила сама, я сюда ставила миниатюрки от Benefit, и вот если уже говорить, то я, наверное, говорила королисту, вот для меня это персиковый и такой цвет, который, да, подходит, и больше ничего подобного, если честно, у меня нету. Ничего у меня больше персикового нет, это единственные персиковые, поэтому единственные персиковые я сюда их вам показываю, потому что все остальное у меня более фиолетово-розово-красный. Следующий вопрос, масс-маркет или люкс, и какие мои любимчики от каждого? Ну, знаете, если выбирать, я бы сказала, не то, не другое, не самые дешевые, но и не самые дорогие, а что-то вот такое вот на middle опции. Ну, если уж спрашивают, масс-маркет или люкс, я бы, наверное, из того, что у меня есть, если мы посмотрим из того, что у меня есть, у меня, наверное, люкс, больше люкса, нежели масс-маркета. Любимая от каждого я бы сказала так, у меня, знаете, у меня даже не люкса больше, у меня вот middle больше, люкса у меня не так много, у меня вот именно middle, уровень middle, чуть-чуть масс-маркета и чуть-чуть люкса. Вот так вот у меня. Итак, ну если мы будем говорить по поводу масс-маркета, то, наверное, мои самые любимые, это будут вот такие, вот такая вот двоечка, это вот мои самые, самые простые, самые дешевые румяшки. Это вот такие вот от Kiko в номере 212, фиолетовый вот такой вот оттенок. Очень люблю, очень хорошие румяна. Я была в Швейцарии, там их покупала, больше с того момента я Kiko нигде не видела, где бы я в Европе ни была. Очень меня эти румяны впечатлили. Когда-то, когда буду еще в месте, где продается Kiko, я обязательно себе еще куплю несколько румяшек разных попробовать, потому что цена их недорогая, и за их качество, что вы получаете, ну просто супер. В общем, у меня такой 112 номер, очень его люблю, он очень холодно-фиолетовый, очень красиво. Он вообще не выглядит фиолетовым на лице, а выглядит таким более нюдовым, с таким фиолетовым подтенком. И вторые мои любимые румяна, тоже из масс-маркета, это от Sleek. У меня вот такой вот бежевый цвет, простенький такой цвет, это у меня номер 921. Очень классный каждодневный цвет, просто обожаю. Я про эти румяна вам за 2014 год 100 миллионов раз говорила. 100 миллионов, честное слово, по-моему. Очень люблю эти румяна, вообще Sleek у них очень-очень хорошие палетки румян. Единственное, что в некоторых палетках есть чересчур сильная аж пигментация, настолько сильная, что ты прям не знаешь, как ей пользоваться. Но вот из масс-маркета это два вот таких моих однозначно любимчика. Теперь давайте любимчики с люкса. Любимчики с люкса однозначно будут вот эти вот румяшки от Barbarie. Очень хорошие одежки пигментации и очень-очень легко набираются, очень мягкие. И, например, с шанелевскими румянами они вообще рядом не стоят. Шанелевские с ними рядом не стоят, ну, лично по мне. Если честно, я не знаю, какая у них ценовая категория, потому что я их получила, как я уже сказала, в подарок. Но я предполагаю, что у них с шанель, наверное, одинаковая примерно какая-то ценовая категория. Очень я их люблю, очень хорошие румяны. Вообще просто, Оля, если ты смотришь это видео, огромное-огромное тебе спасибо еще раз, что ты мне их прислала, потому что я их просто обожаю. Вот это мой самый любимый люкс. И еще из люкса, мой любимчик, ну вот я не знаю, например, ну вот Bobby Brown, это считается люксом, это не считается люксом, это считается профессиональной косметикой. Ну что же я скажу? От Bobby Brown, вот эти вот то, что Крыгина рассказывала, 6 номера при код, а при код, да, при код, априкос в общем. Обожаю их девочки, очень хорошие румяшки, они такие красного-красно-розового цвета, очень-очень хорошие, очень хорошее качество, но это считается профессиональной косметикой. И также от Бобби Браун, люблю этот Шиммер Брик, обожаю его, просто обожаю, но он не считается люксом, но для меня это люкс, обожаю этот Шиммер Брик, очень-очень классный, очень такой, он как бы более идет, он как бы считается, наверное, хайлайтером, но я его за хайлайтером не считаю, потому что он все-таки, ну, он румяна все-таки больше, у него только одна полосочка такая хайлайтера, он более такие сатиновый румяна. Следующий вопрос, самые переоцененные румяна, самые переоцененные румяна, я бы сказала так, у меня их нету, но это однозначно Нарс Оргазм, я не понимаю этой шумихи по поводу этих румян, я не понимаю этих возгласов, всем они нужны, абсолютно бестолковые румяна, я не знаю, моя подруга Оля, вторая Оля, что-то меня много Оли окружает, может быть скажет, что это по-другому, потому что я отдала свой Нарс Оргазм ей, ну, абсолютно бестолковые румяна. особенно на девочки с моим цветотипом кожи, не держат. Вообще, если честно, Нарс, Нарс, точно, однозначно Нарс, румяна Нарс, они фигово хреноваты. И у меня еще есть одни румяна от Нарс, вот эти вот фиолетовый син. Очень-очень люблю их цвет, но они не очень на мне стойкие. Во всех румянах есть золотой шиммер, золотой шиммер не обязательно всем подходит. В общем, я знаю, что эти румяна все обожают, и на них все чуть ли не молятся. Но перед тем, как вы их покупаете, я могу только сказать одно, но если у вас есть возможность их попробовать или достать где-то миниатюрку, обязательно сделайте это, потому что вы можете с ними провалиться. Лично мое мнение. И еще румяшки, которые я хочу обратить ваше внимание, это также румяна Бенефит, о которых тоже много возгласов, и вот они такие замечательные, суперские. Да, королисто хорошие румяна, очень мне нравятся, очень довольна. Но вот этот вот Данделеон, да, вот эти вот светло-розовые, по-моему, вообще бестолковые румяна, их не видно, они безумно светлые, они даже на светлых девочках, как я, абсолютно не румяна, как какая-то легко-розовенькая пудра. По-моему, она также где-то и называется, пудр чего-то там. В общем, абсолютно бестолковые румяна, их я вообще никому, если честно, не советую даже пробовать и покупать, и даже тратить те же 8 долларов на миниатюрку. Следующий вопрос. Самые недоцененные румяна? Самые недоцененные румяна? Хм, у меня таких нет. Хм, девочки, у меня таких нет. Следующий вопрос. Какие румяна стоят своей шумихи? Классный вопрос, и вот однозначно про эти румяна я вам сейчас расскажу. Первое это Tarte Exposed. Девочки, обожаю эти румяна, я про них тоже рассказывала, это однозначно мой фаворит года. Вот такие вот каждодневные румяна, как ни странно. Лаура в своем блоге написала, что эти румяна не стоят шумихи, а вот я говорю, что они стоят шумихи, поэтому видите, как все мы разные, очень их люблю, очень красиво они смотрятся, относительно долго держатся, лично на мне, хотя многие говорят, что они не держатся долго, нужно честно рассказывать. Я их даже успела разбить и уже починила. Очень-очень их люблю, очень-очень красивый цвет, просто обожаю, и если у вас есть возможность попробовать, обязательно именно этот цвет Exposed попробуйте. А вторые румяна, которые стоят своей шумихи, кроме их дебильной упаковки, это вот эти вот румяна от Harroglass. У меня румяна в номере Mood Exposure. Вот они вот такие вот, опять же, фиолетовые, они, как вы знаете, смешанный пигмент румяна вместе с их знаменитой подсвечивающейся пудрой. В общем, пудру я не покупала, но решила попробовать румяну после многих-многих-многих роликов YouTube, которые я видела, и эти девочки все воскликают и молятся на эти румяна. Слушайте, действительно обалденные румяна, они у меня только неделю. С той недели, как они у меня появились, я их каждый день пользую. Очень хорошая пигментация, очень красиво сатиново лежат на щеках. Держатся девочки на моей жирной коже весь день. Я даже Оле посылала фотку в конце дня, как они еще остаются на щеках. Очень нежный, красивый цвет. Именно этот девочкам со светлым типом кожи, как я, светленьким, он обязательно подойдет. В общем, безумно они мне нравятся. Единственное, что у них, конечно, провал, это упаковка. Дешевый китайский пластик. Ну, совсем фиговая упаковка. Ну, лично мое мнение, потому что девочки со мной некоторые спорили, говорили, что я не права. Может быть, может быть, я не права. Но вот такое вот у меня сложилось впечатление. А румяна сами внутри просто бомбезные. Серьезно, девчонки, очень классные. Следующий вопрос. Топ-5 румян, которые бы я посоветовала каждый иметь у себя в косметичке. Итак, начнем с новичка Hourglass. Девочки, обязательно попробуйте их. Они стоят своих денег. Конечно, вы немножко, может быть, разочаруетесь в упаковке, как я. Но, в принципе, эти румяна очень-очень стоят своих денег. Замечательные румяна. Вторые. Tarte Exposed. Вы обязаны тоже их попробовать. Просто, девочки, обалденные румяна. Суперские. Вот суперские. И вы это знаете, сто раз я про них вам рассказывала. Следующие румяна. Я не знаю, выберите... Я бы, наверное, сказала Sleek. Kiko оставим, потому что Kiko везде можно купить. А вот Sleek можно заказать по интернету. Sleek. Вот эти вот номеры 921. Хотя у них там столько вариаций. В общем, не буду говорить про номер. Обязательно румяшки Sleek попробуйте. Миллион разных есть и цветов. Миллион разных дюпов для разных знаменитых румян. Короче, девочки, обязательно попробуйте. Номер 4, чтобы я посоветовала румяшки от Bobby Brown. Мне очень нравится вот этот вот номер 6 Apricot. И я знаю, что очень многие его покупали. И многие им довольны в разных цветах типов. Так что я советую конкретно этот номер номер 6. Но также у Bobby Brown, поскольку это профессиональная косметика, есть палитра от Ада Я. Поэтому румяшки Bobby Brown. Даже сейчас недавно девочка одна спросила, какую бы фирму я посоветовала купить в Израиле из такого чего-то. Ну, более фэнси, нежели просто какие-нибудь там L'Oreal или Maybelline. Я сказала, пойди присмотрись к Bobby Brown. Ну, из люкса я вам хочу посоветовать. Я, наверное, бы посоветовала из люкса попробовать также румяна Барбари. Ну, вот очень они мне впечатлили. Честно. Очень они мне впечатлили. Очень классные. Очень классные, мягкие, красиво ложатся на щеках. Замечательная упаковка. Замечательная у них. Они держатся на мне в любом случае. В общем, их бы я вам посоветовала попробовать. А в номере, если честно, я знаю, какой-то есть очень популярный номер. Номер 03, может быть. Нет, 03 это у меня. И 09 у меня. Может быть, 06, которыми все-все про них ликуют. В общем, единственное, что то, что упаковка открывается только на 90 градусов. Маленький-маленький минус. Ну, это такой минус, что это абсолютно ерунда. И дареному коню в зубы не смотрят. Следующий вопрос. Какие румяна следующие я хочу приобрести? Если честно, у меня в хачучке, назовем это так, вышлист, были румяна от Armani номер 5. Но, как оказалось, их серия румян Armani полностью поменялась. И больше эти румяна не производятся. И поэтому эта хачучка у меня как-то отпала. И, если честно, на данный момент, вы не поверите, у меня нет никакой какой-то определенной хачучки по поводу румян. Но я уверена... А, хотя есть, я вру. Я видела, что новая коллекция Герлен хочет выпустить румяна в шариках. Вы понимаете, что если будет этот Герлен румяна в шариках, то я не смогу не устоять и не купить их. Поэтому это, наверное, моя хачучка на данный момент. Но пока я нигде не видела, что их продают. Поэтому другой хачучки у меня пока нет. И последний вопрос. Финальные мысли. Итак, финальные мысли говорят о том, что я вам не показала половину того, что у меня есть, а как-то я вам рассказала про одни и те же румяна. Поэтому вы теперь знаете однозначно, какие мои любимчики. Хочу сказать последние несколько слов, что, наверное, я хотела бы отметить. Румяна Мак и румяна Дебальм. И те, и другие мне нравятся. Вот это у меня Кабанобой. Очень хороший фиолетовый цвет. Его, наверное, тоже многие знаете. Про него тоже на Ютубе есть много Тарарарама. Но как-то вот что-то для себя, вам рассказать про него чего-то мне не захотелось. Поэтому тоже хороший цвет. И от Мак у меня красный, настоящий холодный красный румяна. Конкретно как румяна матрешки. Очень хороший цвет, особенно для девочек с холодным цветом типом кожи. Если у вас продается Мак в городе, пойдите попробуйте. Очень хороший цвет. Очень мне нравится. У них есть такие же в цвете Red. Девочки, как я, они безумно классно смотрятся на лице. Без бронзера, без ничего. Если вы хотите, чтобы такой далось натуральный румянец, вот это вот эти вот румяна. Из румян, наверное, таких люксовых разочарований, я вам хочу сказать, это, наверное, будут румяна от Chanel. Потому что они набираются безумно плохо. Абсолютно-абсолютно плохо. Я просто беру щеточку, которую я счесываю брови. По ним немножко скольжу. Когда появляется эта пудрочка, тогда я наношу их на щеки. Стойкость у них тоже не какая-то там небомбезная. В общем, не знаю. Такое немного разочарование эти румяна лично для меня. За свои деньги, за то, что это люкс, могли бы получше что-то сделать. И следующий румяна, который тоже может быть немного разочарования, я тоже не знаю, это считается люксом. Не считается этот румяна от Marc Jacobs. У меня в цвете 206 Reckless. Вот они набираются лучше, чем Chanel, но держатся они не очень. Но цвет красивый такой, розово-фиолетово, приглушенный старой розы. Интересно я описала, конечно. В общем, цвет интересный, но вот держится на моих щеках не очень. Но я не знаю, если это вообще считается люкс, потому что они стоят, в принципе, как middle market, не как люкс. Ну что ж, это был такой итог всех моих румян за 2014 год. Есть тут некоторые, по которым я вам не рассказала. Нет, в принципе, я вам про все не сказала, что я не отметила вот это вот терракота 4 сезона от Guerlain, что здесь есть один треугольничек румян. Но мне про них нечего сказать. Мне вообще про эту терракоту, если честно, нечего сказать. Вот, ну что ж, это был весь мой итог. Девочки, если у вас есть любимые румяна, обязательно-обязательно напишите, какие они и что я должна попробовать, потому что я должна попробовать что-то новое. Вы же знаете меня. Я обязательно должна попробовать какие-то новые румяна. Мне будет очень интересно почитать ваших фаворитов. И я надеюсь, я вам рассказала про какие-то интересные свои фавориты, и вы запишите это в свои хочучки. На сегодня все. Увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. Ну что ж, сегодня я решила подвести итоги 2014 года в плане косметики. И сегодня я покажу вам обновленное хранение и организацию своей косметики.